Здравствуйте, ребята! Добрый день, добрый час! Предлагаю вашему вниманию видеоурок по литературе. Прежде чем начать наш урок, давайте создадим себе и друг другу хорошее настроение. А хорошее настроение начинается с улыбки. Пусть эти строки поэтессы Юриной станут девизом нашего урока. Улыбайтесь, друзья, улыбайтесь и дарите друг другу улыбки. Пусть в улыбках рождается радость и сбываются ваши мечты. Вот видите, ребята, только улыбка, доброта, радость, сердечные отношения друг к другу спасут мир. Со мной согласны, друзья? Молодцы! Я всем вам желаю всегда отличное настроение. Итак, начнем наш урок. Тема нашего урока – роман в стихах Пушкина Евгений Онегин. Цель урока – подготовить учащихся к восприятию пушкинского романа и развивать навыки самостоятельного исследования образов героев. Роман Пушкина Евгений Онегин можно смело назвать энциклопедией «Русская жизнь». Произведение написано в 1823 году. Работа над романом длилась более семи лет. Главной темой Евгения Онегина является «Неразделенная любовь». А композиция произведения – стихотворный роман, состоящий из восьми глав. Сам Пушкин в жанре Евгения Онегина определил роман в стихах, выделяя лироэпическое содержание. Главный герой, светский человек Евгений Онегин едет в деревенскую усадьбу, которую получил в наследство. Там он познакомился с Владимиром Ленским, и они становятся друзьями. Ленский знакомит Онегина со своей невестой Ольгой и ее сестрой Татьяной. С первой встречи Татьяна влюбляется в Евгения. Пишите ему письмо с признанием. Но Онегин не может ответить взаимностью. А она, отчаявшись, готова последовать судьбам любимых романов героинь и решившись на преступную страсть погубить свою жизнь. Внезапная ссора Онегина с Ленским и дуэль и гибель Владимира все меняют. Онегин навсегда покидает усадьбу. Спустя год Татьяну увозят в Москву, где богатый генерал делает ворожьи предложения. Проходит два года. Онегин приезжает в Петербург и встречает Татьяну на Балуе. Татьяна теперь великолепная светская дама. Онегин посылает Татьяне письма с признанием, на которые она не отвечает. Финал романа. Объяснение героев. Татьяна по-прежнему любит Онегин. Но не наружит верность брака. Давайте познакомимся с главными героями романа. Евгений Онегин. Светский человек, динди, покойник женской красоты и соблазнитель. Богатый человек. Он присыжен жизнью. Ему неинтересна карьера. Ни любовные приключения, ни дружба, ни самообразование. Но автор отмечает в Онегине важные качества. Мне нравились его черты. Мечта мне вольная преданность, неподражательная странность и риски охлажденный ум. Онегин хочет найти смысл жизни, но не знает как. Он то презирает мнение света, то зависит от чужой оценки. Татьяна Ларина является эталоном чувствительной, женственной, мечтательной личности. Но одновременно образ Татьяны – это образ сильной, честной и порядочной женщины. Татьяна молчалива, застенчива, любит погрустить у окна, не любит шумные игры и девичий разговор. Поэтому в своей семье Татьяна представляется чужой девочкой. Она не умеет попросить родных о ласке. В то время, когда все вокруг любуются ее озорной сестрой Ольгой, Татьяна всегда одинока. Вадимир Ленский – пылкий, мечтательный, наивный юноша. Талантливый поэт, пусть пока и не нащедший по-настоящему своего голоса. Влюблен в Ольгу, бесконечно ей доверяет. Готов защищать ее цену из жизни. И вызывает на дуэль Онегина, заигрывавшего с Ольгой. Ольга Ларина, сестра Татьяны Лариной. Обычная деревенская девушка. Она показана через холодные восприятия Онегина. Кругла, красно лицом она. Легкомысленность – главная черта этой героини. Ну вот, ребята, мы познакомились с кратким сюжетом и героями романа. Но жаль, что невозможно передать всю красоту произведения в одном уроке. Поэтому вы самостоятельно должны прочитать полные содержания романа и посмотреть его фильм через интернет. А теперь, чтобы закрепить наш урок, давайте разгадаем кроссворд по роману Евгений Онегин. Молодцы! Вы все справились с кроссвордом. А теперь давайте перенесемся в наше время и представим, как же развивались бы отношения между Онегином и Татьяной. Пишите свои варианты. Итак, подведем итоги нашего урока. Отвечайте на следующий вопрос и сделайте для себя выводы. Сегодня я узнал. Было трудно. Я понял, что. Я научился. Я смог. Меня удивило. Не захотелось. Задание на дом прочитать полное содержание романа в стихах Евгения Онегин и подготовить иллюстрации к произведению. В конце урока я рекомендую вам заглянуть на следующие материалы. Эти материалы помогут вам для ответа на уроки, выполнить домашние задания при написании сочинения, будут полезны в экзамене. На этом наш урок окончен. Спасибо всем за внимание.